Откроется фестиваль традиционным джазовым парадом. Правда, в этом году он пройдёт не в парке Ривьера, а на центральной набережной. Музыканты проследуют до Южного Мола. Там на площадке Лайфсайт каждый вечер будут проходить бесплатные джазовые концерты. Ещё одна такая площадка откроется в Олимпийском парке. Всего в этом году в фестивале примут участие более сотни российских и зарубежных музыкантов. Среди них и молодые таланты, и известные исполнители, такие как Сергей Мазаев и Андрей Макаревич. Это помогает нам продолжать ту, так сказать, новую славную историю города Сочи после Олимпийских, зимних Олимпийских игр. Это также показывает, насколько наша страна радушная, сколько у нас замечательных талантов. Мы приглашаем и молодых музыкантов, которые приезжают, надеемся, и сделать так, чтобы это было уже не 4 дня, а как бы недели, месяц, чтобы были прямо отдыхающие, которые приезжают специально для знакомства с потрясающим музыкой. За год осуществования фестиваль стал не только одним из самых значимых событий в культурной жизни Сочи, но и заставил серьезную конкуренцию с зарубежным фестивалем. Я включаю утром программу «Культура» и несколько фестивалей Игоря Бутмана по всей планете там презентуются, и среди них город Сочи. Я счастлива от того, что у наших горожан, у жителей нашего города, у наших гостей есть возможность один раз в лето мы опять окунемся в эту прекрасную джазовую музыку, у нас опять будут бесподобные встречи с самим Игорем Бутманом. Кстати, сам Игорь Бутман за годы проведения фестиваля по-настоящему полюбил Сочи. Даже сегодня, прилетев на курорт всего на несколько часов, он не забыл прихватить с собой купальные плавки. Музыкант признается, что не упускает возможности искупаться в море, и его мечта, чтобы акваджаз в Сочи шел целый месяц. Между тем, фестиваль стартует на курорте уже через неделю. Галина Захара, Вадим Даниловский, телекомпания ФКТ.